Девушки отдыхают О, опять ты. Поговорим, как в тот раз. Правда, у меня в голове помутилось, но во всем остальном я здоровеха. Как я уже сказал, я ищу гнилую рощу. И снова я тебе помогу. Роща там, вон. Там это где? В квартале у шлюх. Есть такой закоулок за воротами. И вовсе не гнилой он, и не роща. Дурачки о нем только так говорят. А я-то знаю. И туда всех пускают? Ну да. Если только скажешь, старая чушка плодила под свинков. Ну, а если не скажешь, то, может, и не пустят. Но сказать-то несложно. Послушай, старая чушка плодила под свинков, а? Благодарю за помощь. Эй, сдуй, рыцарь. Оруженосец не нужен? Эй, сдуй, рыцарь. Оруженосец не нужен? Эй, сдуй, рыцарь. Два меча. Видится мне, что ты мутант-убийца. Я слышал, что это подходящее место для страхолюдов. Это ты верно слышал. Знаешь пароль? Ходишь даром. Не знаешь? Платишь налог на нашу рощицу. Старая чушка плодила под свинков. Ох. Добро пожаловать в нашу рощу, брат. Добро пожаловать в нашу рощу. Наверное, пора кое-что прояснить, черопейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи — это зверьё для ловчих из храмовой стражи. Кого я вижу? Геральт? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак. Твои шпионы донесли тебе, что я ищу гнилую рощу? Если бы я не держал руку на пульсе, рыбы давно бы жили в моих плазницах. Кроме того, гнилая роща — обидное прозвище для нашего пристанища. Храмовая стража терпит ваше пристанище? Скажем, она ценит вес новиградских крон. Мне показалось, Менге не купишь. Купить можно любого. Только Менге стоил бы мне целого состояния, это верно. На счастье, у него есть офицеры, а они всего лишь люди. Иногда они болеют. Иногда хотят развлечься. Видишь ли, ведьмак, у меня есть очень серьезные планы. Далеко идущие планы по обустройству этого города. Может тебе стать городским советником? Городской совет — это марионетки на ниточках, за которые дергает иерарх Вечного Огня. А в последнее время еще и Родовиц со своими охотниками-заколдуньями подергивает. Мнимая власть меня не интересует. Да ты мудрец. Когда-нибудь так называемый вольный город Новиград действительно станет вольным городом. Чтобы это получилось, здесь нужно изжить предрассудки. Трындеж просвятость Вечного Огня хорош для детей. Видно, не только для них. Во время казни вся толпа ликовала. Чернь всегда любила смрад паленого человеческого мяса. Но когда-нибудь люди поймут, что Вечный Огонь нужен только затем, чтобы держать их в руках. Это место называют Гнилой Рощей. А прогнил сам Новиград. Добро пожаловать в последний оплот благоразумия. Я рад, что человек вроде тебя попал в наш город. Потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих друзей. Но это уже совсем другая история. А сейчас я оставляю вас одни. Потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Что тебе с ним за уголок? Он тебя использует? Скорее помогает мне выжить. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Миригольд пойдет на службу Новиградскому королю нищих, я бы не поверил. Госпожа Чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Я скоро вернусь. Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важно. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь. Ты здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я сделаю все, что смогу. Надо подумать. Кто может что-нибудь знать? Привет, умник. Помнишь, я просила кое-какие ингредиенты? Получилось достать? Вроде как. Но возникли некоторые, я бы сказал, осложнения. Значит так. Иду я с мешком вдоль канала, смотрю. А тут прямо навстречу мне выходят трое из храмовой стражи. К делу. У нас нет времени. А я знаю, что ты любишь болтать. Погоди. У меня полный мешок магикалий. А эти идут прямо на меня. Я вообще по натуре не пугливый. Но тут у меня просто жопа вспотела. У меня не было выбора. Я кинул мешок в воду и сказал, что это дохлый кошак. Не поверишь, но мне поверили. Надо найти этот мешок, умник. У меня заказ. Так он небось на дне. Повезло еще, что он утонул. Так что поищи. Думаю, он найдет. Предлагаешь мне заплатить? А потом нырять в ледяной вонючей воде? Где ты выбросил сверток? Рядом с журавлем. У второго мостика от порта. Не ожидала такого самопожертвования. Я все равно хотел освежиться. Пойдем. Стойте. Слышите? Это за нами пришли. Я раскололся он только, когда я стал припекать ему пятки. У каждого есть свое слабое место. Я как-то мага допрашивал, который не чувствовал боли. Ну, совсем. Я и ногти рвал, и яйца ему защемил. И ничего. А потом оказалось, что он боится щекотки. Я положил ему жука на живот и прикрыл кружкой. Так он чуть с ума не сошел. В этот раз нам повезло, но выходите-ка лучше каналами. Через подвал. Береги себя, умник. Значит, выход здесь есть. Умник не стал бы нас обманывать. На этой стене должен быть рычаг, чтобы открыть тайный проход. Продолжение следует... Продолжение следует... Где-то здесь и должен быть сверток. Если умник ничего не напутал. С тех пор, как его допрашивал Менге, у него началась мания преследования. И что-то вроде склероза. Думаю, сверток снесло к морю. Я проплывусь в сторону портеля. Поплыли вместе. Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Ты не знаешь, что теряешь. Там полно прогорклого масла. По-моему, оно прекрасно действует на кожу. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну как, нашел? Или промок понапрасну? Как это понапрасну? Я люблю, знаешь, иногда поплавать в канале. Я встретил пару рыб, ржавые якори, обломки лодки. А, и вот еще что. Мой сверток. Вроде ничего не промокло. Ты очень мил. Мой сверток. Мой сверток. Продолжение следует...